Здравствуйте, дорогие мои юные друзья! Я очень рада встрече с вами в этот чудесный летний теплый вечер и приглашаю вас послушать сказку «На ночь». Сегодняшние рассказы называются «Пропавшие нитки» и «Смородинка». Итак, начинай читать первый рассказ. Жила-была сварливая старуха, к тому же неряха. Стала как-то она шить, а у неряхи все нитки спутаны. Распутывала их, распутывала нерадивая торопыга, да и крикнула «Пропадите же вы пропадом, чтобы глаза мои не видели вас со всем вашим нитяным отродьем». А нитки возьми да и пропади со всем своим нитяным отродьем – кофтами, юбками, платьями и бельем. Ничего нитяного в доме сердитой старухи не осталось. Сидит старуха голышом и вопит на всю горницу. «Батюшки, матушки, где же моя одежда?» Кинулась старуха за овчинным тулупом, чтобы себя прикрыть. А тулуп по овчинам на куски распался, потому как овчинные куски тоже нитками были сшиты. Мечется старуха из угла в угол, а по избе пух летает. Наволочки у подушек тоже из ниток тканые. Не стало в доме ни варежек, ни чулок, ни одеял, ни половиков. Ничего нитяного не осталось. Накинула старуха на себя рогожный куль. Да и давай у ниток прощения просить. Ниточки лняные, ниточки шерстяные, Ниточки хлопковые, ниточки шелковые. Простите меня, старуху сварливую, торопливую, нерадивую. Вернитесь в мою избу. И так-то жалобно старуха голосит, причитает, просит, что даже нитки испокон веков молчальницы и те заговорили. Назови, говорят нитки, половину того, что из нас ниток ткется, плетется, вьется и вяжется. Тогда вернемся, простим. Только-то и всего, обрадовалась старуха. Мигнуть не успеете, назову. И принялась старуха называть. Назвала десяток другой нитяных изделий рукоделий, да и осеклась. Не всякий, кто круто берет, далеко идет. Спотыкается, останавливается, отдыхает. Стала старуха вспоминать, что из ниток ткется, плетется, вьется и вяжется. День вспоминает, два вспоминает, десятой доли не вспомнила. Шелк, бархат, сукно, ковры, половики, ситцы, кружева, одеяло, скатерти, платки, шали, шарфы, ленточки разные. Отдохнет и опять вспоминать примется. Пояски, опояски, к ботинкам завязки, сапожные ушки, накидки на подушки, тюлевые шторки, плетеные оборки, сети, мережи и косынки тоже. Месяц проходит, другой начинается, а нитки не возвращаются. Старуха из сил выбивается. Другой день больше двух-трех нитяных поделок и назвать не может. Соседи старуху жалеть начали, подсказывают. Сороки и те, как только выведают, где что новое из ниток делают, старухи перестрекочут, тоже жалеют. И вы ее пожалеете, может быть, тоже десяток другой нитяных поделок назовете. Поняла она теперь, что нитки весь свет одевают, нигде без ниток не обходится. Ну а следующий рассказ называется «Смородинка». Танюша много слышала о черенках, а что это такое, не знала. Однажды отец принес пучок зеленых прутиков и сказал «Это смородиновые черенки, будем Танюша смородину сажать». Стала Таня разглядывать черенки. Палочки, как палочки, чуть длиннее карандаша. Удивилась Танюша. Как же из этих палочек вырастет смородина, когда у них нет ни корешков, ни веточек? А отец отвечает. Зато на них почки есть. Из нижних почек пойдут корешки, а вот из этой верхней вырастет смородиновый куст. Не верилась Танюше, что маленькая почка может стать большим кустом. И решила проверить. Сама решила посадить и вырастить смородинку. В палисаднике, перед избой, под самыми окнами. А там лопухи с репейником росли, да такие цепкие, что и не сразу выпалишь их. Бабушка помогла. Повыдергивали они лопухи да репейники. И принялась Танюша землю вскапывать. Нелегкая эта работа. Сперва надо дерн снять. Потом комья разбить. А дерн у земли толстый да жесткий. И комья твердые. Много пришлось поработать Тане, пока земля покорилась. Мягкой стала, да рыхлой. Разметила Таня шнурком и колышками вскопанную землю. Все сделала, как отец велел. И посадила редками смородиновые черенки. Посадила и принялась ждать. Пришел долгожданный день. Проклюнулись из почек ростки. А вскоре появились и листочки. К осени из ростков поднялись небольшие кустики. А еще через год они зацвели и дали первые ягоды. По маленькой горсточке с каждого куста. Довольно Таня, что сама смородину вырастила. И люди радуются, глядя на девочку. Вот какая хорошая смородинка у Калинниковых растет. Настойчивая, работящая, черноглазая. С белой ленточкой в косе. Ну а сейчас, дорогие мои девочки и мальчики, пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны. До свидания. Спокойной ночи.